хей ой с вами шумки мы продолжаем пряди тюр под названием assassin's creed chronology с чайным окей мы с вами в запретном городе поэтому полетели ну мне это очень легко будет сейчас вернется я убью 1 убью 2 на шефте вот и все так сразу что мне по заданию хотя бы спасти наложниц днк на днк я не использую то что не очень удобно ну типа пускай будет нам почему бы нет почему только от золота потому что я убил так я понимаю что туда сейчас могу пойти а почему я туда не могу пойти ну ладно я не знаю почему я не могу в ту сторону пролезть ну если не дают значит ладно тогда ладно не хотите как хотите так еще выше есть что-то блин надо было я тупо ну ладно смысле не тут больше вопрос интересует так какой обзор у того челик а когда ты до этого челика хорошо все у него обзор только досюда а этого я в подкате убием так внизу задание есть подожди наложницы в опасности надо убить стражников которые их охраняют девушкам шанс выбраться отсюда так база данных не ему людям наложницы в древнем китае успешные люди часто содержали наложниц наложниц сошли под одной крыши чем мужчины который их содержал однако не состояли с ним в браке у китайского императора как правило было тысячу наложниц наложницы делились на ранги от почти что жён до проституток с которыми никто не считался во время правления династии мины ранки наложниц в запретном городе определились традиции единственной официальной женщины императора считалась императрица который как правило выбиралась из тысячи наложниц она действовательно имела право поделить подарить императору наследника следующий ранг это императрицы консорты затем следовали знатные консорты за ним обычные консорты и наконец императорские наложницы каждая наложница могла надеть надеяться однажды стать императрицей однако даже достигнув верхней ступеньки в иерархии наложницы все равно оставались в полной власти императора который в любой момент может отдать приказ лишить императрицу жизни так китайская керамика известно что керамика использовалась в китае еще за 18 тысяч лет до нашей эры многие всемирно известные китайские произведения искусства созданы в из керамики времена династии мин это период расцвета искусства созданы красными керамических изделий их продавали иностранным купцам в частности португальским мореплавателям именно в этот период в китае процветал оккультурный обмен примеру некоторые керамические произведения искусства временной династии мин воплотили в свою формах элементы исландской культуры а благодаря появлению новых химических смесей мастера керамики получили возможность использовать новые оттенки синего воспоминения шао дюнь часть 7 я наконец вернулась в запретный город место моего рождения моя подруга джан теперь императрица согласилась встретиться хотя и я и боялась за свою жизнь и жизнь наложниц которые помогли передать мое послание при малейшее подозрение тигры убили бы их не задумываясь окей а а до куда ты идешь чел нам приказал хранить эти наложницы если как это проявит непокорность убить понял так тогда сейчас убивая этого на шифти в прыжке серьезно серьезно почему на труп сразу не брала ну а теперь я все взяла не в окно бы я не успел бы выпрыгнуть я сейчас его все равно тоже убью а вот и все Так, нет, лучше не рисковать, если он в мою сторону тоже вниз посмотрит, будет плохо. Так, все будет в безопасности. Вот что с ней? Прошу, помоги остальным. Поможем. В чайной комнате спаси нам. Да, ассасин не убивает, мы хотели по тихому вначале, но, как вы видите, не. Мастер, новую дому линию ассасинов. Мастер. Самый опасный противник. Он быстро двигается, может блокировать атаки соперникой и сзади, а также не наносить контоудары, используя все примеры, приемы, которые вас учили. Осторожнее, эти стражники искусственно обращаются с сюрикенами, они летают быстрее и наносят больше урона. Ну, все равно по два этих будут отнимать. Ладно, с контр-точки. Так, короче, меня заметили, ясно. Но не выпускай на пол карты, вижен. Фух, пронесло. Тут, оказывается, еще один был. Ни хера себе. Сейчас бы меня и могли прикончить. Есть. Так, свиток мы сейчас прочтем. Хоп-хоп-хоп-хоп. Документики. Свиток 13. Чу Дюань и Шао Чинь, которые оказались отрезаны от остального братства, очались и решили покинуть страну, чтобы простить о помощи других ассасинов. Чу предложил добраться до мастера ассасинов, эти аудиторы, молва о котором разнеслась по всему миру. Это был долгий путь. К тому же, ни Чу, ни Шао, не знали других языков, кроме китайского. Но это было их единственной надеждой. Так, тихо, пролистнул. Они в тайне добрались до порта Макао. Оттуда, откуда было проще всего отправиться в Европу, во время путешествия по стране. Они увидели, в каком плачевном состоянии находится братство. Почти все укрытия разграблены. Никого из заявлятельных ассасинов не осталось в живых. Они были одни. Оставались лишь надеяться на что... Надеяться, что Ван Ямин каким-то образом выжил и уже набирает новых последователей, чтобы продолжить борьбу. Борьбу, которая начинала казаться бесполезной. Окей. Так, что далее у нас тут-то? Раз. Два. Наложница, раз. Наложница, три. Все, найс. Да-да-да-да-да-да-да-да. Двоечка. Добро. Окейшки. Почему я здесь могу прятаться? Для чего? Наверху же врагов нету. Так, стоять. Так, стоять. Ага. туда же не показывает куда не на право нацеливают так но этого примерно времени должно мне хватить было так но я рисковать не собираюсь что это за херовина пускай тревогу подрубают не все равно я не знаю почему у меня фризе мне в какие-то моментов так останавливаться записи все как сейчас не так просто запись снова в лице непонятно чем это связано тупые лайки а мне чуть не за просто какие-то микрофрезы невнятны нет добро ой здесь зона с этими ладненько любим что думать отвернись нахер и дай калкина тихо ладно чуть не запасекли хорошая была мысль и идти по этой стороне вам пока что мне только тревогу еще не врубали поэтому все равно тихо как они видят я в другой вообще местности нахожусь вы понимаете это так ладно делаем сейчас таким образом он уходит влево ну и вот я а я так хорошо отлично спасибо за си 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 да я соси но золотишко хотя бы дали чем отличается что туда туда пойду гнездо ассасинов это просто гнездо ассасинов со знаком ассасинов у меня просто вокруг надо надо с готова готово по факту мог бы также сделать просто с этой стороны тихо обратно хлоп 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 он просто игра зависает просто даже ничего такого не происходит просто зависание происходит тихо а там прохода нету ладно так нужно как-то с той стороны это будет провернуть умоляю надо будет короче перезапустить понял тебе ладно ладно убивайте быстрее было ожидаемо блин и бесит почему он посмотрел мою сторону именно ясно так до этих деревяшек хорошо а там еще один был понял у меня будет миллисекунды чтобы ясно я тупой вырубаем я тупой только тут выманить его можно было бы по факту и побольше не знаю как можно было в принципе больше я не знаю как здесь можно было бы это сделать все но я тупой но я тупойнул в том плане что я раньше времени повернулся в этом моя была и ошибка вот и все спасибо так внутрь не вижу смысла а этот как раз идет смотреть на палку что я так немножечко не понял я у меня он уже не увидит он в общем я уж не видит золотишко так двоечка сюда как мне туда попасть блять через крышу не получится как мне попасть туда к сундуку через низ там 10 где то есть проход по идее если верить черт а я его случаем только что не закрыл так 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 Свиток 14. В 1524 году Джун Дюань и Шао Дзинь добрались до Венеции на португальском судне, перевозящей шелк и фарфор. Они думали, что оказались в Италии, смогут забыть об опасности, но выяснили, что агенты и тамплиеры преследовали их. А соседины попали в засаду, и в бою против солдат, вооруженных мушкетами, у них не было шансов. И Джун Диань пожертвовал собой, чтобы Шао Дзинь смогла сбежать. Ей все уже удалось добраться до виллы Эцио Де Торо в Тоскане, но там ее ждал холодный прием. Казалось, Эцио совсем не интересовал дело ассасинов, тогда как Шао Дзинь хотела возродить братства в Китае. София, жена Эцио, уговорила его принять путницу, но он продолжал надеяться, что вскоре она исчезнет из его жизни. Хорошо, что здесь есть контрольные точки не очень далеко друг от друга. Скажи мне Типа прогрузка такая? Или что? Так, что мне дальше делать? Вопрос. Вопрос на засыпку. Куда дальше? Ага, все-таки он двигается. Монать здесь как-то... Слишком все запутано. Очень все запутано. Ну, смотрите. Он идет сюда, внизу прохода в принципе нету. Он заговорит с щеликом, я буду, то есть быстро вниз спуститься. Ну, мне нужно, чтобы сейчас вот эта тварина отвернулась. Может его снять? Мне не забили. Фух. Фух. Лам, плевать. Ага. Я могу их поубивать, трупы попрятать. Сейчас будем все это делать, проворачивать. Подождите. Этха, обход прошел. Она еще... Да, вокруг все тихо. Надеюсь, и дальше все так будет. Бери, труп, быстрее. Все, валим. Валим, 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 валим. Пролаги. Сейчас он сюда пройдет. Пойдет обратно. Я быстро на скольше него грохну. Надо немножко просто подальше отнести к рук. Главное, что я забрал. Там все равно. А, то я думаю, а что мне 800 больше дают? А это же просто общий счет. Так, значит, там мертвая точка. Значит, мне этого по-любому нужно сейчас будет грохнуть. С помощью серюкена отвлечь того следующего. А, там еще есть один. А, сейчас быстренько на время сыграем. Так, золото. Не, подожди, это я отсюда уйду. Это понятненько. А, наверх есть проход. А, наверх есть проход. Ага, здесь тоже нету. Ладно, забейте. А, наверх есть проход. Какая тревога? Какая тревога? Какая нахер тревога? Блин, надо было сначала залезть, а потом уже убивать их. Есть. 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 ладно сойдет так внизу есть то, что мне необходимо так, докуда они увидят мне интересно, докуда тот увидит ладно, все идет вот что, значит тогда просто было громко и тут меня тоже услышал ну ладно не страшно услышал, услышал я ж, в смысле, где, где осколок просрал? а, найс ваше императорское величество рада вновь вас видеть в чем дело? ваше императорское величество один мне жаль ага нас предали хорошо что вы встретились вновь, Шао Цзюнь я узнал тебя в наняне и вспомнил что когда-то ты была наложницей и подругой нынешней императрицы она с удовольствием заманила тебя сюда ложь у меня не было выбора была выбора она она выбрала жизнь точнее она выбрала свою жизнь пожертвовав твоей и я ее понимаю и я прощаю тебя сестра трогательный жест но абсолютно бесполезный братству ассасинов не суждено возродиться у тебя не осталось друзей а та кого ты считала своей подругой предала тебя именно так мы и уничтожаем ваше племя такая жалкая и слабая как и твой наставник которого я с удовольствием прикончил главное и злобы очень много и ближе и я покажу тебе какая я жалкая и слабая магистр позвольте мне а битвы пламя демона пока шао дюнь и тюдзин сражались в городе разгорался пожар побед победив дюйде шао дюнь должна была как можно быстрее покинуть город чтобы не сгинуть в бушущем пламени но это мы сейчас закончим ребят потому что лагает я не знаю почему поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока 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 пока